Я сейчас на сцену приглашаю партнера компании Global Intellect Service в статусе директора первого уровня, профессионального внедренца UDS, та, которая сегодня уже пристала на этой сцене, получая награду, Татьяну Фурсову! Ваши аплодисменты! Татьяна, в этом смысле пусть Крокус вам рукоплещет! Еще раз всем здравствуйте! Здравствуйте! На самом деле называется поселок Тазовский, Ямалоненецкий автономный округ. И он действительно по населению такой же, как Крокус. Спасибо, Костя, что сравнил, я теперь буду об этом тоже знать, я как-то даже не задумывалась. Действительно, все население этого поселка может уместиться в один Крокус-сити-холл. Вот, и сегодня я с вами поделюсь кейсом внедрения UDS в кафе-свитер в данном поселке. И вы узнаете очень много интересного и вообще, почему именно этот кейс, какие в нем есть фишки. И самое главное, я знаю, что ведется запись, и обязательно все будет на YouTube, да, все будет доступно. Я сегодня должна была на этой сцене стоять не одна. Я должна была сегодня быть вместе с Еленой Ганичевой. Вот она здесь есть на экране, ее фотография. Я передаю ей большой привет. Это управляющая и, в принципе, идейная вдохновительница кафе-свитер. Но, к сожалению, буквально несколько дней назад она заболела со всей семьей. Должна была прилететь сюда с мужем, с сыном. Представляете, еще из Тазовского. То есть это нужно до Уренгоя доехать, на Оленях, потом с Уренгоя долететь, до Тюмени. С Тюмени до Москвы, с Москвы до Крокуса. И вот эта вот вся история была куплена, все билеты были заказаны. Но вот так получилось, что сейчас такая ситуация. Идет последняя серия этого сериала под названием «Мы болеем». И надеюсь, что все благополучно закончится. Поэтому Елене привет. Она со мной зрительно на сцене. Я чувствую ее и постараюсь максимально передать все ее эмоции и все, что она хотела рассказать про UDS именно в своем кафе. И буквально чуть-чуть, несколько слов про то, что вообще такое Тазовский. Где это? Это Ямало-Ненецкий автономный округ. Я это называю, честно, край земли. Честно, положа руку на сердце, если открыть мой паспорт, то место рождения мое – это будет поселок Тазовский. То есть это родина моя географическая. И когда я там родилась, там 6 тысяч населения вообще даже не было близко. Боюсь, что там и 100 тысяч не было, и 50. Было очень-очень-очень маленькое население. Но чем знаменит Тазовский? Помимо того, что это край севера, это столица голубого топлива, черного золота, вы понимаете, о чем идет речь. Кроме того, что там очень много всякой пушнины, рыбы, осетровых, нельма, муксуны, все-все очень вкусное. Там еще и находится самое большое в мире стадо оленей. Это более 200 тысяч голов. Это вот как раз поселок Тазовский. Ну и плюс он находится буквально в 200 километрах от полярного круга. То есть все, край, север. Там очень-очень холодно. Вот она, моя родина. И в этом поселке, кроме голубого топлива и черного золота, еще люди, оказывается, кушают, одеваются. Есть другие бизнесы и занимаются там не только нефтью и газом. А есть вообще вот такие люди, которые делают бизнесы в ресторанном сегменте. Мы сейчас говорим про кафе-свитер. В 2018 году Елена вместе со своей семьей, это семейный бизнес, они как раз начали историю про свое кафе-свитер. Как большинство бизнесов, наверное, многие меня сейчас поддержат, начинаются с фразы. А давай испечем торт сами. Ну а что, что покупать ходить. Или а давай сошьем пуховик вместе сами. И так начинаются производственные процессы. Свитер был не исключением. То есть все началось с того, что сели на кухню, испекли первый торт, второй, попросили соседи, соседи с соседей, потом пирожено, потом постепенно появилась пицца, роллы, небольшой цех. Небольшой цех перешел уже в небольшое кафе, очень маленькое. Пошли клиенты, пошла стадия развития. И тут в 2020 году предприниматель решает открыть большой зал, чтобы вместить всех гостей, взять кредит, сделать ремонт, чтобы тем людям, которые приходят в кафе, было очень уютно и все помещались. Они берут кредит, начинают делать дорогостоящий длительный ремонт. И 25 марта 2020 года открывают двери своего кафе. И 27 марта через два дня закрывают двери этого кафе, потому что происходит что? Да, карантин. Всех закрыли на карантин. И вроде бы бизнес-то работал, то есть клиенты знают, что есть это кафе, что там можно что-то заказать. Но вот к тому моменту инфраструктура была не сложена в бизнесе. То есть перехода в онлайн, никто не ожидал полного перехода в онлайн. И что с этим делать, мы сейчас вот как раз обсудим. И, кстати, вот от Елены, это прям ее фраза, с ее слов записано, передано в этот кейс, что однозначно UDS нас спас в пандемию. Мы смогли настроить доставку, оформить лояльную клиентскую базу, сформировать. Теперь мы точно знаем, что с UDS можно открыть любой проект, и он будет успешный даже в нашем поселке на Крайнем Севере. Люди с удовольствием приняли инновации, желаем всем внедрять и получать результаты. И получается в этот момент мы знакомимся с Еленой, знакомимся в онлайне, через Инстаграм, потому что предприниматель начинает искать варианты выхода из данной ситуации. И здесь, кстати, моя большая рекомендация партнерам – ведите свои соцсети. Пишите, кто вы, чем вы занимаетесь, по каким вопросам к вам могут обращаться клиенты. Входящий поток, он есть, клиенты ищут нас. Поэтому обязательно сегодня проверьте свои соцсети, что там в шапке профиля, иначе вас так не найдут потом. И вот, получается, Елена меня нашла, мы знакомимся, и она рассказывает про свои боли. А тут еще и получилось, что мы с одного поселка, все понятно уже. Мы уже фактически семья и родные люди. И получается, что у нас есть закрытое кафе на карантин. У нас вся доставка, коммуникация с клиентом происходит по телефону, через директ Инстаграм, через мессенджеры. Я думаю, что если здесь есть предприниматели в зале, кто работают с заказами через Инстаграм, и когда это количество заказов через директ растет, вы понимаете, какие сложности возникают. Какой-то заказ теряется, где-то клиент начинает не понимать, что он хочет. Да заказать, заказать. То есть это очень сложный процесс, который руками тяжело регулировать. Клиентская база не велась, велись только соцсети, но все мы с вами прекрасно понимаем, что наличие подписчиков в соцсетях не равно количеству клиентской базы. Система лояльности тоже отсутствовала, то есть были просто скидки и какие-то разовые бонусы. Непонятно было, как клиенты рекомендуют свитер, а они рекомендуют. Очень важный момент для особенно ресторанной тематики – это обратная связь от клиентов. Она собиралась только через Инстаграм, а нужно было более простые каналы. И проблема с обновлением меню. Это прям вот очень жестко у них стояло. Приходилось все время перепечатывать новое меню, отдавать его в типографию. То есть это тоже определенная проблема, которую нужно было решить. Значит, мы определили задачи, которые нам нужно было сделать. Это запуск онлайн-заказов, очень удобные онлайн-заказы с инфраструктурой заказов, с доставкой, с онлайн-оплатой. И сокращение процента скидки за счет иерархии статусов клиентов, уйти от простой скидки 10% для всех и создать именно систему лояльности, чтобы клиенты имели мотивацию покупать больше и получать большую скидку. Получение обратной связи от клиентов для того, чтобы следить за контролем качества вообще того, как работает свитер. Запуск рекомендаций, быстрая и эффективная коммуникация с клиентами и нужен был инструмент для того, чтобы оповещать клиентов о том, что нового происходит в бизнесе. То есть какие есть акции, спецпредложения, какие есть конкурсы. Елену я на тот момент познакомила уже с UDS. Она говорит, вау, а что здесь правда все можно за час оформить? И онлайн-каталог настроить? А еще у меня будет сайт и мобильное приложение. То есть мне не нужно будет дополнительно деньги тратить на то, чтобы разработать свой сайт и мобильное приложение. А почему предприниматель задумался о мобильном приложении, я сейчас объясню. Я как клиент тоже с этим часто сталкиваюсь. Мы очень часто листаем Инстаграм, и вы сейчас сидите, половина тоже листает Инстаграм. Натыкаетесь на красивый аккаунт, заходите в шапку профиля, там какой-нибудь сайт, вы заходите на сайт, возможно, даже делаете заказ. А может быть и не делаете заказ, хотите сделать, но в этот момент вас кто-то отвлек, вы ушли со страницы, и все. Потеряли страницу, потеряли сайт, они потеряли клиента. Возможно, через ретаргет вас вернут. Но когда есть мобильное приложение, клиент уже не потерян. Поэтому нужно иметь и сайт, и мобильное приложение, а лучше все вместе в совокупности. Да еще и система лояльности. И тогда мы уже с Еленой подошли побыстрее к плану реализации. То есть это расчет бонусной программы. Заполнение меню в приложении, это можно сделать очень быстро с помощью выгрузки. Интеграция с учетной системой Айка, тоже достаточно простая интеграция. Разработка полиграфии, обучение персонала и составление плана работы UDS в соцсетях. Это очень важный момент. И дальше контроль-мониторинг. Начинаем запускать. Пошла у нас реализация. Первое, что мы сделали после того, как сформировали бонусную программу, это во всех соцсетях, какие возможно мы кричали, можно сказать, со всех утюгов, как работает UDS. В шапке профиля есть переход на ссылку UDS App. В шапке профиля для клиентов написано, что это такое, как туда перейти. И эта информация должна повторяться в соцсетях не один раз, а регулярно. Сторис, посты нужно запускать, ну хотя бы два раза в неделю рассказывать клиентам вообще, что это такое, для чего это работает, чтобы максимальное количество переходило уже к вам именно в клиентскую базу. Это для предпринимателей, кто сидит в зале, обязательно используйте и не совершайте такие ошибки, что вот один раз разместили ссылку в шапку профиля, написали пост и все, и ждете, когда все туда побегут. Нет, нужно делать регулярно. Дальше мы прописали бонусную программу. Она у нас сейчас четырехуровневая. Пятый уровень мы оставили на потом, когда у нас уже будет очень-очень много клиентов, кто дошел до максимального размера скидки, мы еще опа и пятый уровень покажем, что есть куда еще дальше расти. Сейчас четыре уровня клиентской скидки. Это от 5 до 15% кэшбэк, 8% кэшбэк с рекомендацией с покупок друга, плюс 1% с покупок друзей-друзей, 90 приветственных баллов. Помимо 8% кэшбэка за покупку друга есть еще разовый бонус 90 баллов с рекомендацией. 250 баллов на день рождения. Достаточно щедрый бонус, но день рождения раз в году, поэтому имеем такую возможность поздравлять клиентов. Списать баллами, погасить чек можно до 30% и срок жизни баллов 3 месяца, чтобы клиенты не забывали часто кушать и тратить свои баллы. Вот таким образом выглядит бонусная программа. Если кому-то интересно, вы можете сфотографировать и, возможно, кто-то скопирует для себя в своем бизнесе. Первая наша полиграфия. Сейчас, конечно, уже все по-другому. И вообще, в принципе, когда мы запускали, полиграфия-то не особо была нужна, потому что все сидели дома. То есть основная коммуникация с клиентами велась через мессенджеры и через соцсети. Итак, что же у нас получилось за полтора года работы? К самому интересному. Самая большая гордость… Вы помните, да? Поселок Тазовский – это как весь крокус. Самая большая гордость – это то, что сейчас клиентская база, активная клиентская база, 3098 клиентов. Честно, она уже больше? Да, здесь прям стоит похлопать. Потому что есть очень важные моменты. Вообще, в поселке Тазовском из всего населения 6 тысяч. Те люди, которые работают и имеют возможность что-то покупать за деньги, кроме детей и пенсионеров, хотя пенсионеры тоже, таких 5 тысяч человек. Из этих 5 тысяч человек 3 тысячи с лишним – это клиенты свитера, которые пользуются UDS. На момент запуска UDS в Тазовском, когда мы регистрировали компанию с собственницей, мы открываем каталог, а там ноль. Нет компаний в этом регионе в приложении. Ноль. Ни в этом поселке, ни в ближайшем поселке нет компаний. Они первые. Я тогда даже немножко такая испугалась, думала, какая реакция будет у предпринимателя. Представляете, мы регистрируем компанию, а там нет никого. Я говорю, Елена, вы будете первой. Она такая, класс! Это значит, будет мое мобильное приложение. Есть, конечно, определенные риски, да, а вдруг населению не откликнется, а вдруг скачивать не будут. Но вот почему-то у нее такого не было. Она говорит, ну как это не будут? Здрасте, я им тут баллы дарю, кэшбэки дарю. Будут, у меня все будут. Поэтому, да, заходили в поселок с нулевой клиентской базой в приложении. И на сегодняшний день получается, что больше трех тысяч это пользователи UDS. Какие у нас получились цифры? Более 27 тысяч прошло операций через приложение. Кстати, пять месяцев работали только в онлайне. То есть очень долго не открывалось кафе с карантина. На Крайнем Севере почему-то карантин был достаточно затяжной, даже где-то длиннее, чем в остальных регионах. Выручка через UDS прошла практически 43 миллиона. Оплата баллами 3,2 миллиона. Кажется, большая сумма для небольшого бизнеса, но общая скидка у нас не вышла за 7%. И если вы помните, то наша задача была не выйти за 10%. То есть мы даже сделали меньше показателей и сэкономили деньги на скидки. Повторные покупки. Это тоже наша гордость. 75% клиентов осуществляют повторные покупки. И если посмотреть из всего оборота, то, по сути, те, кто один раз купили, их всего на 1 миллион из 42 миллионов. Все остальное – это повторные клиенты. Значит, вкусно, значит, интересно, значит, и баллы нравятся. И обратите внимание, не зарегистрированы в приложении три человека. Это к вопросу установки и скачивания. Было очень интересно, кто эти три человека. Мы нашли их, прозвонили. Там действительно кнопочный телефон, поэтому мы ждем, когда клиенты обновят свои телефоны и зарегистрируются в приложении. Реферальная программа – тоже наша гордость. На шести уровнях работают рекомендации, достаточно много покупок. И получается, если по реферальной программе, то 24% клиентской базы – это те клиенты, кто пришли по рекомендациям друзей, и они сделали покупок на 9,3 миллиона рублей. Это 22% в общем обороте. Кстати, для тех, кто только планирует запускать или уже работает с UDS в своем бизнесе, 20% – это нормальный показатель прироста по сарафану, если правильно с ним работать. Электронные сертификаты. Тоже у нас есть такой функционал в приложении, мы активно им пользуемся для того, чтобы клиентов вовлекать на большее количество покупок. И за время существования этого функционала было уже выпущено 9300 сертификатов. Покупок по ним сделано практически на 1 миллион. Вот в таком виде выглядят сертификаты. То есть мы их делаем на какие-то праздники. Например, День мамы делали сертификат на три дня короткий, чтобы клиенты имели возможность еще больше покупать и пользоваться дополнительными привилегиями. На Новый год, на День Татьяны. И клиентская база очень классно реагирует на эти сертификаты. И вот сейчас верну слайд. Вот эти деньги, 9300 сертификатов, то, о чем говорил Станислав, и не Станислав, а говорил Сергей, это как раз сэкономленные деньги на том, что не делали никакую полиграфию. То есть все автоматизировано, все в электронном формате. Обратная связь. Это вообще одно из самых ценных для любого бизнеса, особенно ресторанного. Да, нет пятерки, 4,8. Но обратите на количество оценок. Каждый клиент, каждый оставляет оценку, пишет отзыв. И именно обратная связь помогла поменять меню, поменять где-то персонал, что-то доработать, что-то улучшить. И клиенты не стесняются, они прям нормально пишут. То есть не просто там пятерочка, четверочка. А вот, например, написал. У вас кто-то влюбился? Пиццу и суп было невозможно есть. Сильно пересолено. Нормально приготовлена только лапша. И понятно, что ответная реакция на такую обратную связь, она от предпринимателя идет очень быстро. А в таком небольшом поселке, вы сами понимаете, это очень важно, потому что если один что-то получил не в том качестве, в котором нужно, то сарафан будет работать в обратную сторону. Какие общие финансовые выгоды у нас получились? Экономия на прямой скидке 7% вместо 10% сэкономили 1 290, практически 1 миллион 300. Покупок по рекомендациям на 9 и 3 миллиона. Замена бонусных карт на электронные 47 тысяч рублей. Экономия на разработке своего сайта, потому что это хотели делать, 100 тысяч рублей. Экономия на разработке мобильного приложения, я вам объяснила, почему мы эту цифру учитываем, и предприниматель хотел тоже это делать, 500 тысяч рублей. Электронные сертификаты дополнительно принесли в бизнес 960 тысяч рублей. Здесь я уже не считала экономию на пуш-уведомлениях, это еще около полмиллиона. Суммарно получилось 12,197. 12 миллионов экономический выхлоп от UDS в данном небольшом кафе в поселке Тазовский. И еще немножко, какие у нас были фишки. Я уже об этом говорила, то, что нужно в соцсетях вовлекать клиентов, рассказывать про то, как работает система, и как запускать сарафан, потому что у многих бывают такие вопросы, а как эффективно вообще запустить эти рекомендации. Первое, что нужно сделать, это научить клиентов вообще видеть, где эта кнопочка, рекомендовать, пользоваться ей. Мы для этого сделали конкурс. Об этом конкурсе рассказали в ВВК, в Инстаграм, вовлекли аудиторию, сделали подарков на 100 тысяч рублей. И суть конкурса была в том, чтобы все должны были установить приложение, в приложении найти кнопочку «Рекомендовать другу» и отправить другу просто бонусную карту. Все, мы только обучали рекомендовать. Тот, кто сделал за две недели больше всего рекомендаций, были пять призовых мест. Аудитория очень круто вовлеклась. Второй конкурс буквально недавно прошел. Кстати, конкурсы делают периодически разные. Это iPhone. Работает вообще просто безукоризненно. Как только разыгрывается iPhone, вовлечены все максимально. С помощью этого конкурса мы повышали средний чек. То есть нужно было через приложение UDS, либо придя в кафе, либо через онлайн, сделать заказ не меньше, чем на 2000 рублей, а средний чек у них 1500. И тогда эти чеки участвовали в розыгрыше iPhone. iPhone, кстати, благополучно разыграли. И клиенты были настолько вовлечены, что не только в Instagram писали, а смотрите, в UDS бизнес пишет клиентка о том, что увидела в Instagram, и задает вопрос через UDS, а как поучаствовать в конкурсе. Поэтому берите для себя это тоже на будущее и участвуйте. И вот сейчас самое главное. Что же дальше? Почему вот так хотелось рассказать про этот тазовский? Вы помните, да? 60% платежеспособного населения этого поселка пользуются приложением UDS. С этими клиентами постоянно идет обратная связь. То есть каждый клиент оставляет отзыв, с ним есть коммуникация, они вовлечены. Всего три человека в поселке не пользуются приложением, они его не смогли установить. Что дальше? Что происходит в голове у предпринимателя? Так если аудитория меня так любит, у меня есть лояльная клиентская база, так я могу второй бизнес открыть с помощью UDS. У меня же есть самое главное. Это клиентская база. И сейчас кафе «Свитер». Запустили второй проект. Называется он «Везу еду». Бонусную карту я пока вам не буду демонстрировать, потому что ведется последний этап интеграции. То есть теперь они на базе того, что у них есть лояльная клиентская база, открыли второе направление бизнеса. Это доставка еды в своем поселке. Ну и следующий этап – это покорение севера. Вы уже понимаете, что можно работать и с другими поселками, и с другими городами. Большое спасибо вам за внимание. Очень прошу подарить эти аплодисменты Елене, управляющей данного кафе, пожелать им огромного успеха в их бизнесе. И горячий привет на крайний север. У меня все, наши контакты. Спасибо за внимание.